Ну что, друзья, дожили мы до проигрывателя винила с дистанционным управлением? Вышел новый топовый в линейке автоматических проигрывателей Dual, модель CS529, которым можно управлять с мобильного устройства. Давайте посмотрим, что из этого получилось, разберем функционал проигрывателя, его достоинства, недостатки, звук. И, конечно, я расскажу и покажу, как им управлять. Причем на этот раз я буду предельно конструктивен и требователен, поскольку цена аппарата в черной отделке 138 тысяч рублей, а в дереве, как у меня на тесте, 152 тысячи. Когда я узнал цену, мне почему-то сразу вспомнился Torrent TD-148, который на момент выхода был самым дорогим автоматическим проигрывателем. Причем забавное совпадение, он изготавливался на немецкой фабрике, где тогда же собирали и Dual. То есть механика у них была одинакова. Производство сегодняшних Dual, напомню, уже не первый год находится в Азии. Причем все модели, которые мне попадались на тесты, превосходили своих европейских одноклассников по точности и качеству сборки. Чем же нам ответит новый Dual CS529? Не будет ли преподнесена новомодная функция управления по Bluetooth как основная прелесть в ущерб техническим характеристикам и, проще говоря, посмотрим, не сэкономили ли на основных параметрах и обязанностях добротного проигрывателя? Итак, проигрыватель собирается за 5 минут. Распаковку снимать не стал, даже с учетом того, что это полный автомат, рассчитанный на новых пользователей, процесс сборки интуитивен и понятен. Даже без инструкции. Перед нами классический по дизайну аппарат, трехскоростной, с пасиковым приводом, Bluetooth-модулем для передачи сигнала по беспроводу и, как следствие, на борту отключаемый встроенный фонокорректор. Комплектуется штатной головкой Artofon 2M Red. Корпус из многослойного MDF, покрытый либо черным винилом, либо в нашем случае шпоном ореха. Субшасси с резиновыми демпферами. Опорные ножки с резиновыми вставками. Опорный диск из алюминия. Ровный, поскольку это не штамповка, а литье под давлением. Комплектный мат из резины. Тонарм карданный, с двумя шарнирами и четырьмя подшипниками. Такой же, как у CS518 и прямоходе CS618Q. Алюминиевая прочная трубка с регулировкой антискейтинга и прижимной силой противовесом. Поддерживает картриджи весом от 5 до 9 грамм. На борту малошумящий двигатель, который слегка слышно разве что на 78-й скорости. Что по органам управления? Сзади кнопка питания и переключатель Fonoline, отвечающий за работу встроенного фонокорректора. Комплектный RCA кабель выглядит хоть и простенько, но работает прилично, о чем я расскажу чуть позже. Справа от опорного диска селектор скорости, он же кнопка Start-Stop. Рядом кнопка Repeat для повторного воспроизведения пластинки, слева от которой еще одна для сопряжения с Bluetooth-устройством. Рядом с держателем Тонарма есть селектор диаметра пластинок 7 дюймов и 12. 10 дюймов не поддерживается в автоматическом режиме, тут придется ставить иглу вручную. Как вы видите, все элементарно просто. Жмем Start, Тонарм двигается к пластинке, микролифт опускает иглу, по окончанию пластинки Тонарм поднимается и возвращается на базу. В случае, если вы нажали кнопку Repeat при воспроизведении, то по окончании пластинка проигрывается заново. Также запуск возможен и вручную, при перемещении Тонарма диск начнет вращаться. Далее, что у нас по дистанционному управлению. Необходимо скачать приложение на смартфон, сделать это проще всего по QR-коду из инструкции, затем обязательно включаем геолокацию и Bluetooth на смартфоне, заходим в приложение, в раздел сопряжения, где обнаружится проигрыватель. В моем случае он уже сохранен, и что немаловажно и удобно, сопрягать устройство надо только один раз. При дальнейшем использовании телефон автоматически будет коннектиться с проигрывателем в меню сопряжения. Только не забывайте включать помимо Bluetooth на телефоне и геолокацию, иначе работать не будет. Что у нас тут? Выбор скорости, старт-стоп и повтор. Все. Пластинку не переворачивает, пылезащитную крышку не опускает, треки не листает. Вот в этом случае проигрыватель бы стоил, наверное, не один миллион рублей. А так, базовый набор функций для управления проигрывателем с дивана, по-моему, очень даже неплох. Есть таймер и установка количества повторов. Удобно. У меня приложение не глючило, не отваливалось, команды выполнялись стабильно. Кстати, было бы здорово добавить голосовое управление. Кто знает, в данном случае Дюаль уже вырвался вперед с дистанционным управлением, и может в будущем Дюале смогут выполнять и голосовые команды. Однако, для меня дистанционное управление не первостепенная вещь. Прежде всего, меня в проигрывателе интересует звук и качество исполнения, а также работа всех узлов. Тонарм не имеет люфтов, выполнен предельно точно, работает плавно. Впрочем, с этим тонармом я уже был знаком ранее. Головка звукоснимателя тоже мне хорошо известна, но мне в очередной раз стало интересно, как она согласована со встроенным фонокорректором и каков будет звук. Прогнав тестовую пластинку и тест амплитудно-частотной характеристики, отметил линейность в диапазоне от 20 Гц до 15 кГц, а с 15 кГц до 20 идет небольшой подъем, примерно на 2,5-3 дБ, что в принципе дает очень небольшой окрас в верхнем регистре. Но в целом звучание ровное, без лишней яркости или завала в середине. Для штатной 2M Red фонокорректор вполне годится, причем отмечу, что он совсем не шумный. При записи сэмплов даже сначала не поверил, думал, опять что-то намудрили с автоотключением сигнала при простое. Или, как некоторые производители, делают некий автоматический уровень сигнала, который вырезает первые пару секунд, чтобы не слышать касание иглы о пластинку. Затем уровень автоматически подстраивается, исходя из уровня сигнала пластинки. Реализация сложная и часто глючная. Помню, это было реализовано в нескольких проигрывателей начального уровня, где съедались чуть ли не по 30 секунд на вступление в вещью-вихе или Dark Side of the Moon. Так вот, ничего подобного в этом дюале нет, просто фонокорректор не шумит. Я таки замерил уровень шума рокота и наводок и получил значение при включенном двигателе аж минус 65 дБ. И это-то со штатным недорогим кабелем. Вот так вот, друзья, перед вами автоматический проигрыватель уже высокого класса, а не начального. Далее я решил замерить уровень детонации и способность держать скорость, поскольку ни печь контроля, ни подстройки скорости аттенюаторами тут нет. Ну, как, скажем, на CS518 с помощью отвертки. И дело здесь не в самонадеянности. В общем, для начала замерил скорость 33.3 и получил все 33.3 с погрешностью в 0,05%. Ну ладно, случайности случаются. Проверяю 45 оборотов и получаю 44.99 с погрешностью 0,02%. Совпадение? Возможно. Ну и 78 скорость, чтобы уж убедиться наверняка. И результат приятно удивил. Стабильная скорость на уровне хорошего прямохода. Да и уровень детонации низкий. А все дело кроется в стабилизаторе с оптическим элементом, расположенным рядом с двигателем. Нет, я, конечно, встречался с хорошими пасековыми двигателями и электронной стабилизацией скорости на многих проигрывателях. Но вот такую ювелирную точность с первых же трех дублей снимал нечасто. Это говорит, что к разработке проигрывателя подошли с умом и не экономили как на функционале, так и на конструкции. Это действительно серьезный аппарат, а не проигрыватель начального уровня, завуалированный под серьезный, приправленный, скажем, функцией ДУ. Более того, новый дюаль поддается апгрейду. Прежде всего, есть смысл заменить штатную головку, вплоть до хороших MC. Топовый ММ для него не предел, сюда вполне можно поставить Cadenza Red или PTG33. Естественно, если вы задумались о переходе на MC головы, то и необходимо подтянуть и соответствующий фонокорректор. Далее, в качестве апгрейда попроще, для новичка достаточно будет просто сменить красную вставку на синюю. Ну и на сдачу возьмите фонокабель посерьезнее, причем не обязательно дорогой. Что по достоинствам? Надежная и правильно реализованная конструкция. Все элементы автоматики не принимают никакого участия при воспроизведении пластинки, а работают только при старте и завершении воспроизведения. Тем самым, не оказывая негативного влияния на звук. Хороший звук из коробки без явных акцентов. Фонокорректор и штатная головка выдают ровное звучание без перекосов в частотном диапазоне. Что говорит о хорошем согласовании головки с фонокорректором. Далее, низкий уровень шума и наводок. Сверх стабильная скорость вращения диска на уровне хороших прямоходов. Поддержка скорости на 78 оборотов. Но в этом случае только не забудьте, что для воспроизведения шелака необходимо докупить соответствующую вставку 2М78. И хотя 2Мред довольно живучая, заявленный срок эксплуатации около 1000 часов, на шелак это не распространяется. Красную иглу сотрете быстро. Недостатки. Пока еще не хватает регулировок опорных ножек и тонарма по высоте. Цена, конечно, тоже может отпугнуть, поскольку таков нынче стереотип, что автоматы находятся где-то в начальном бюджетном сегменте. Третий момент. Нет поддержки 10-дюймовых пластинок в автоматическом режиме. Да, они встречаются крайне редко, и у меня, к примеру, из 2500 примерно 5 штук. Ну и что по итогам? Dual CS529 автоматический проигрыватель, серьезного уровня, первый в наше время с функцией дистанционного управления и возможностью апгрейда. Подойдет как для лентяев, так и для новичков, кто хочет получить серьезный автоматический аппарат не на пару лет, а закрыть вопрос надолго. Я же в очередной раз убедился, что Dual не то что не падает лицом в грязь, экономя на производстве, а охотно совершенствует свои проигрыватели, как в бюджетном, так и в хай-фай сегментах. Вот прямо даже интересно, что же они выпустят в следующем. Будем следить. А на сегодня, друзья, у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео, и обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, конечно, самое главное, будьте здоровы, счастливо!